Во-первых, ножны – это очень древняя вообще форма его подвеса, появляется, наверное, ещё в бронзовом веке с такими двумя характерными, развитыми выступами под подвес со стороны обуха, сабли, в бронзовом веке, понятно, сабель ещё не было, но вот такого рода подвески уже известны, они прослеживаются очень хорошо. А в чём их смысл? Просто удобно. Это же оружие всадника, оно висит на поясе, вот, кстати, тоже очень характерный пояс, сейчас его размотаю, и потом о нём коротенько расскажу. Вот, видите, как это висит, как катана, кстати, у самураев при доспехе. Вот, видите, накладочки на пояс с отверстиями. Это такая модульная разгрузочная система, потому что в каждую из них можно было вставить какой-то подвес. Переместить, например, в другую сторону, подвесить дополнительное что-нибудь там, нож, огниво, кресало, шило, кошелёк, второй кошелёк, в общем, что угодно. Очень удобная многофункциональная вещь. Ну, с ножнами всё, теперь к интересному, к самому интересному. Вот сабля. Ранняя форма сабли, это буквально начало IX века, доживает такая форма до конца IX века, видите, она почти не изогнута. Это то, что называется в уставную эпоху клинок шашки, он был примерно таким же, слабо изогнутым, ну, может быть, чуть сильнее. Чуть пониже. Да. Чуть-чуть сильнее. Сабель таких находит довольно много, и разнообразие материалов, которые для них используются колоссально, потому что есть сделанные, ну, просто почти из сырого железа, т.е. очень дешёвые штуки, которые, прямо скажем, функциональность имеют крайне низкую, ну, просто потому что они дешёвые. Как говорил Эрик Картман, ничего прикольного не может стоить меньше 15 долларов. Так вот, тут то же самое. Есть из великолепных домаскированных пакетов сабли, т.е. когда смотришь, понимаешь, что вот ещё немного, и это будет катана работы Масамуны японская, а вообще в среднем, конечно, они катанам ничем не уступают вообще, хотя, прошу заметить, катаны – это вещи, которые мы знаем в основном по древностям XIV-XVIII веков, а это девятый. А есть цельностальные сабли, как, например, вот это. Это сделано с цельностальной сабли, т.е. обух, толстый обух, позволял сообщать достаточную прочность клинку без того, чтобы вставлять в него какие-либо домаскированные вставки для обеспечения гибкости. Он и так из-за треугольного сечения и толстого обуха был довольно прочный. А зачем такая заточка? А вот это как раз то, к чему я перехожу, так называемое фальшлезвие или обратное лезвие, тут оно выражено в виде маленького такого выступа, который ограничивает его и проходит дальше, иногда, как раз для венгерских сабель это было очень характерно, фальшлезвие помещалось на так называемой елмане, когда клинок со стороны обуха имел выраженный выступ вот такой вот, который в это время мог иметь длину до 2-3 клинка вот такой длины. Может быть, ты видел такой меч Карла Великого? Наверняка на фотографиях. Да. Это вот типичная венгерская сабля. Ничего себе. Он совсем не меч, а типичная такая, очень высококлассная венгерская сабля, теперь их в захоронениях находят довольно много, ничуть не хуже, чем хранится в Вене. Так вот, нужно для чего? Нужно для того, чтобы наносить укол как можно эффективнее, потому что при пенетрации мишени режет её не только лезвие, но ещё и обратное лезвие, т.е. таким образом раневой канал заглубляется сразу с двух сторон. Кроме того, это уже, прямо скажем, вспомогательная функция, обратным стороной клинка можно было всегда ударить, что в динамическом конном бою было, в общем, не лишнее, прямо скажем, потому что не всегда имелась возможность хорошенько размахнуться и там рубануть от плеча до пояса, а так, проезжая мимо, аккуратненько можно было чиркнуть, например, по сонной артерии, и второго удара, в общем-то, уже и не надо. И вот посадка сабли в ножны обеспечивалась при помощи такой прямоугольной манжеты, которая очень плотно входила в ножны. Вот прямопытствую. Она самая главная не сколько увесистая, сколько разбалансированная, потому что у неё навершие представлено в виде обычного стаканчика маленького, т.е. у неё весь вес в клинке, это настоящее оружие всадника, которому нужно ударить один-два раза, но очень сильно. У неё как раз этот маховый момент на конце максимальный, плюс кривой клинок, позволяющий удлинить момент контакта лезвия и мишени. Ну и баланс, смещённый к концу – это как раз делано для того, чтобы занести сильный удар. Конечно, они тогда ещё не знали, что можно просверлить отверстие и налить туда ртуть. Нет, не знали, я думаю, что если бы мы предложили сделать такую хрень… Возможно, зарубили бы на месте. Да, за лишнее рационализаторство. Я смотрю, вот тут, несмотря на отсутствие баланса, гарда-то полая, да, чтобы она ещё меньше весила. Кстати, для сабель этого региона и этого периода очень характерно – полая вот такая вот гарда. Ну и обушок-то миллиметра 4, да? Да, больше. Здоровый такой. Вот тут он, наверное, около 4 миллиметров, а в основании 5-6. Серьёзное приспособление. А вот скажи, пожалуйста, а вот все эти сказки, что рыбанул и разрубил до седла, они… Нет, ну конечно, такого невозможно. Хотя, конечно, мы себе представляем, что вот есть человек, человек там имеет такую мускульную массу, вот у него скорость руки такая. Всё это теоретически подсчитывается, даётся масса сабли, длина рычага, и говорит, что ерунда. Убьёт, конечно, без вопросов, но так глубоко не разрубит. Мы забываем ещё массу лошади и скорость лошади, потому что по ходу движения лошади удар будет гораздо сильнее. Плюс есть такие хитрые приёмы, когда лошадь ставит на дыбы, а потом, когда она падает вниз, и вместе с ней падает удар клинка. Вот это, конечно, удар, который шансов на больничку не оставляет, если попадёт, конечно. Да. Серьёзно. Ну, а нынче вот свиней не пробовал рубить. Меня всё время смущает наличие позвоночника, т.е. если мелкие кости руку-ногу отрубить можно, то позвоночник как-то подозрительно. Можно ли свинью? Перерубает. Да? Да. Вот такая штука – хребет с одного удара перерубает без вопросов, если правильный удар, конечно, поставлен. Обалдеть. Ну вот, скажем так, если там какой-нибудь мощный позвоночник какого-нибудь тираннозавра или мегабыка, наверное, не перерубит, а свинья, т.е. нечто сопоставимое с человеком, то позвонки разлетают с одного удара вообще. Хорошее. Хорошее приспособление. Ножные, обращаю внимание, тоже очень и очень лёгкие, но в целом увесистенькое. Для лука турецкого типа, совсем другого. А вот это лук тюркского типа. Вот такая вот красота. Он составной, композитный. Это сложный составной, рефлексивный лук. Или, как говорят сейчас лучные мастера, биокомпозит. Если тетиву спустить, он немедленно превратится в прямую палку с загнутыми вот так вперёд краями. Т.е. он, когда натягивается на тетиву, сгибается в обратную сторону. Т.е. он в нормальном виде устреблён вперёд вот так вот рогами. Вот это вот окончание плеч и лука, иногда их называют безграмотно рогами. Ну, похоже. Когда у нас логнуты, как рога вперёд торчат. Лук состоит из деревянного основания, на которое, вот мы видим, вот они помещаются. Вот в центре ставилась роговая или чаще всего, и правильнее всего, костяная ручка, которая обеспечивала большую жёсткость вот в этом месте, максимальную жёсткость. Потом, собственно, плечи, которые выклеивали так, чтобы они как раз загибались вперёд, которые оканчивали при помощи костяных или роговых же, тех вот самых рогов, которые, как мы видим, обеспечивают колоссальный рычаг на конце лука. То есть, вот этот лук имеет натяг где-то около 30 кило. Но на самом тетеве усилий будет гораздо меньше, потому что оно передаётся через систему рычагов. При этом сам лук изготовлен очень непростым способом. Вот внутренняя его часть, она выклеена при помощи рога. Заметьте, когда говорят, составной лук обклеенный костяными накладками, если он будет обклеен костяными накладками, он никогда никуда не согнётся, а вот рог он работает как пружина, сгибается. Причём изнутри его наклеивали не просто так, он работал как пружина на сжатии, т.е. когда мы тянем на себя, он сжимается. А с обратной стороны, вот эта реплика не очень удачная, хотя и очень красиво обклеена кожей, обклеивали сухожилиями, которые, кожа, конечно, тоже так будет работать, но сухожилия лучше. Сухожилия работают на растяжение. Т.е. вот мы с одной стороны растянули, с другой стороны сжали, а потом отпустили, всё это вернулось в исходное состояние, обеспечив максимальную скорость полёта стрелы. И вот он по силе выплёвывания стрелы, он был сильнее, чем деревянный, например? Он был эффективнее, чем деревянный просто. Чем? Потому что что такое лук? Это система, которая отправляет в полёт снаряд. Т.е. смысл её вообще в том, чтобы чего-то куда-то выстрелить. Снаряд, его, так сказать, сила в чём? В отношении массы на ускорение, понятное дело. Т.е. от веса стрелы, т.е. от веса снаряда усилие её зависит напрямую, а я, может быть, сейчас не совсем верный физический термин употребляю, но надеюсь, вы меня поймёте. Короче говоря, вес стрелы и скорость стрелы имеют прямое значение для силы удара по мишени. Соответственно, вес стрелы – это отдельно, вот есть стрела в клочине, она весит сколько-то там грамм. Сам лук может весить, прошу прощения, его натяг может иметь там 20 кг, 30 кг, какая разница. Самое главное – с какой скоростью распрямляются плечи, потому что именно они выбрасывают стрелу в полёт. А скорость распрямления плечей зависит от её геометрии, от их геометрии, прошу прощения, и конструкции. Так вот, продвинутый сложносоставной рефлексивный лук, ему не нужно быть очень большого натяга – это не английский longbow, который представлял из себя просто палку. Да, да, я как раз про это, да. Поэтому, в общем, ну весит он, у него натяг, ну килограмм 30, ну это много, конечно. В общем, нужно быть физически сильным человеком, чтобы его натянуть. Безусловно. Прямо скажем, тем более, когда натягивать его нужно часто, и попадать при этом ещё куда-то. Но прямого значения его натяг не имеет, это просто выглядит так здорово, что у меня лук натягом 40 кг, а у меня 16, я слабак. Конечно. Лёгкий. Тетиву можно трогать? Можно, даже можно натянуть, но ни в коем случае не отпускать. Т.е. если натянул её без стрелы, нужно её обязательно отпустить на место. Нелёгкий. Нет, нет. В смысле натягивается? Это нужно иметь очень специфически тренированный… А с какой стороны стрелу кладут? Вот с этой? С этой? Да. У тебя, конечно, есть любители, которые кладут с этой стороны, но вообще правильно с этой. А на пальцы что-нибудь одевали, какой-нибудь спецкрюк? Вообще это восточный лук, поэтому его натягивали немножко не так. Это европейский лук, как правило, натягивали вот так, напрямую. Это восточный лук, поэтому его натягивали, как правило, обратным хватом, и вот сюда на большой палец одевалось специальное стрелковое кольцо, или стрелковый перстень, который имел зацеп, т.е. с обратной стороны большого пальца вот в эту сторону, грубо говоря, как крюк он выступал, вот так цепляли и большим пальцем натягивали на себя. При этом пальцы держали стрелу, предотвращая её соскальзывание сетивы. А в чём смысл? Так какие-то другие мышцы напрягаются? Проще? Легче? Так проще применить стрелковый перстень, у тебя вся нагрузка приходится не на пальцы, а на кольцо, у тебя пальцы почти в этом не участвуют, ну а большой палец сильнее любого пальца, который у нас есть в руке по определению. Да-да. Интересно. Вот такой натяг вот был, однако, вот такое вот приспособление. И как стрела, со скольки метров обычно стреляли? В зависимости от условий, потому что, если много всадников одновременно куда-то едет… Кстати, у Хазар, например, активно использовалась пехота в том числе, которая тоже была вооружена луками вот такого типа, где, конечно, попадались и более простые, и чуть более сложные. Сложность лука зависит, собственно говоря, от количества и формы накладок. Так вот, если много людей одновременно куда-то стреляет, им каждому целиться не нужно, поэтому они могут просто на перелёт, на максимальную дальность боя лука пустить там тучу стрел, какая-нибудь куда-нибудь да попадёт. Например, если стреляют при осаде. То есть понятно, что защитники со стен никуда уйти не могут, они специально по тому и защитники, что стоят на стенах, поэтому нужно просто в постоянный участок стены засыпать стрелами, чтобы люди не могли поднять голову или разбежались оттуда. Или если мы имеем какую-то пехотную формацию, которую нужно просто непрерывно засыпать стрелами, тогда тоже не нужно в каждого отдельного человека целиться совершенно. Ну а если речь идёт именно о снайперском выстреле, т.е. вот один стрелок, одна мишень, конечно, очень сильно по-разному, зависит от специалиста, который стреляет. Считается, что грамотный лучник может попасть со 150 метров. Далеко. Очень. Но это максимальная, предельная и почти фантастическая на самом деле дальность прицеливания, которая доступна только супермастерам вообще. Ну а 100 метров, ты знаешь, я как некоторым образом обученный стрельбе. 150 метров, это даже из винтовки не кажется попадёт. Так точно. Прямо скажу. Как раз об этом, да. Но есть известие, что попадали на таком расстоянии специально обученные люди. Ловко. Вообще, обычная дальность прицеливания, которая доступна всем практически, это 20-30 метров. Тем более, с коня, когда на ходу, он ещё трясётся. Ну это вообще какая-то супер-дупер технология и обученность. Ну это, я говорю, что вот это нужно заниматься всю жизнь. То есть нужно родиться с луком, тебе папа подарит его маленький, слабенький, чтобы ты научился его натягивать как-нибудь, при этом дядька посадит на лошадь, ты научишься на ней ездить. Ну и так годам к 16-ти. Глядишь, это начнёт сочетаться. Да. Перестанешь заниматься дурью какой-то, а начнёшь стрелять и попадать. А тетива из чего было сухожилие? Сухожилие, да. Чьи? Коровьи, как правило, причём с задних ног бычьи сухожилия самые мощные. Причём, как правило, старались забивать вот именно для этого старых, уже хорошо поработавших валов, у которых сухожилия мощные, тренированные жизнью. А вот непогода, влага очень плохо сказывалась на луке, поэтому его старались в обязательном порядке хранить в специальном чехле, ухаживать за ним, оборачивать промаслятой тряпочкой, и натягивали его в такой вид только для боя, ну или для охоты, короче говоря, для употребления. Так просто его не носили и не хранили в таком виде. Интересно. Ну на самом деле это... Дорого ли это было? Вполне дорого, это профессиональное снаряжение, которое всем подряд недоступно. Тоже не для лохов. Нет, нет, нет. Хотя, конечно, у народов Востока производство луков имело тысячелетнюю традицию, у них это было поставлено на такой поток, что в серии каждое изделие стоило не очень дорого, безусловно, такой лук каждый себе позволить не мог. Это оружие воина, это именно оружие воина и воинского сословия, это высокое профессиональное снаряжение. Кто попросше для охоты на какую-нибудь свинюшку, использовал просто монолитный деревянный лук, просто прямой, никакой не сложный составной, не композитный, в том числе и на Востоке. То есть это вот то, что стоит копейки. И в общем, на самом деле, даже можешь сделать и сам ты при известной ловкости. А это... Произведение технического искусства. Произведение технического искусства, да. И сочетание тысячелетий традиций вообще. Потому что вот как до всего этого додуматься, что тут сжатие, тут растяжение, как это всё совместить? Ну, говорят, что это одно из величайших действительно изобретений. Второе после колеса, говорят. Хорошо. Вот это вещи, которые... Наверное, третье после огня. Огонь. Сам горит. Его же нужно было догадаться, как разжигать. Как добывать, да. Как добывать, наверное, да. Да. То есть доперечь, что вот палочка-верёвочка, которая выплюнет другую палочку, непросто. Очень похож на картинку из книжки Сент-Экзюпери «Маленький принц, где слон торковал». Да-да-да. Кстати, только что об этом подумал. Ну что, всё с луком, наверное. Нет, не всё с луком. Извините. Извините. А тетива была запасная на предмет, что оно ломалось? Оно лопалось. От использования тетива лопалось. Вот в таком чехле лук хранился в выпрямленном виде. Вот как раз, видите, он так загнут вперёд как раз для его плеч. Восточный доспех хотелось бы увидеть. Девентей. Я специально попросил его предоставить нам в виде полуфабриката, чтобы мы могли увидеть его, так сказать, в динамике, потому что когда он будет готов полностью, мы, к сожалению, сможем видеть его только снаружи. Изнутри он будет закрыт стёганой подкладкой. Уже в виде готового изделия мы сможем увидеть его только половину. А тут, в динамике, изнутри, снаружи, каждую пластинку в отдельности, систему креплений вместе. Это восточный доспех из-за хранения в балыксох. Что-то про рыбу. Да. Это, так называемый, ламеллярный доспех. Или пластинчатый доспех ременного скрепления, когда каждая пластинка скрепляется с другой непосредственно через систему шнуровки. Ты её вверх ногами держишь? Нет. Эта часть защищает грудь. А если рубить, не зацепиться? Ничего? Выступающие друг над другом пластины довольно надёжно прикрывают. Кроме того, видишь, умбончики, выступом посреди каждой пластины, сообщают, а, жёсткость каждой пластины, б, если мы вот так будем друг с другом сдавливать, они не пускают, упираются. Таким образом, в горизонтальном ряду пластины раздвинуть можно, только полностью разорвав ремешки, а это, я доложу вам, непросто. Тем более, что это такой бедняцкий вариант на кожаных ремешках, а богатые варианты были на шёлковых ремешках, таких же плоских. Так вот, шёлковый ремешок, он в разы прочнее. А вот теперь смотрим изнутри, вот так хитро устроено. Так, косички, пошли вон. Ряд собирался на кожаной обойме, которая схватывала все пластины в ряду снизу, потом они дополнительно проплетались вот такой косичкой через систему отверстий, для того, чтобы максимально жёстко скрепить их в ряду. В центре каждой пластины имелось отверстие, через которые пропускались ремешки, скрепляющие ряды между собой. Кроме того, они позволяли доспеху иметь максимальную степень подвижности. То есть, движений они вообще никак не стесняют. При том, что, например, для сабли или вот такого лёгкого топора, который я показывал, это почти непреодолимая преграда. Пробить такой доспех почти невозможно при помощи таких вот приспособлений. Что возможно, конечно, это пробить его копьём. Ну и, конечно, как любой доспех из пластин, даже когда он будет полностью собран, подмышками будут технологические бреши, просто чтобы можно было размахивать в разные стороны руками, которые тоже могли быть уязвимы. Но в целом, это один из ярких маркеров восточного доспеха вообще, и, наверное, один из самых интересных, потому что этот доспех из балык-соок сохранился почти полностью. У него есть жилетка найдена археологически, наплечники и подволы. Вот пока у нас только жилетка в таком полусобранном виде. Надеюсь, наглядно. Очень. Ну а это защита к спине, вот, посмотрите. Хитрые были, слушай. Отличается тем, что у неё нету умбончиков на пластинах, потому что спина, как правило, поражается ударами реже, чем грудь, ну или, по крайней мере, подставлять её не надо. У нас в университете Новосибирском на кафе археологии и фонографии и лаборатории коммунитарных исследований уже в течение более 20 лет проводятся работы по изучению истории оружия и военного искусства кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии. Сразу, видите, да, вот здесь нагрудники и так далее, вот такие напедренники, то есть шлем сделан по реконструкции. Причём здесь важно, знаете, что отметить? Вот как только начались предметы и реконструкции, сразу появились коррективы по отношению к рисуночным реконструкциям. Понимаете, бумага всё степит, можно нарисовать, да? А когда реально скрепляешь между собой пластину, вот так, сразу потребовалось сделать такие-то коррективы, виды изменения и так далее. Это ламиллярный аспект, но уже есть и обмечья, и прикрытые шеи, и по письменным данным, есть прекрасные находки. Вот это, кстати, тоже джуджинский шлем был найден на Дальнем Востоке. Вообще вот военное искусство кочевников Центральной Азии – это удивительная тема. Почему малочисленные, разобщённые, находящиеся постоянно в междоусобных войнах народу держали страхи и весь цивилизованный мир? Почему на протяжении двух тысячелетий степняки одерживали регулярную победу над земледельческими империями? Почему на протяжении столетий степные воители не только захватывали, но и умудрялись удерживать огромные богаты земледельческие территории? И вот, наверное, один из важных элементов, объясняющих причину, почему кочевники доминировали в Евразии, было неусловно военное искусство, которое пока ещё, я думаю, находится на первой стадии изучения, когда мы поднимаем материалы, обрабатываем их и делаем первые выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова